Кризис среднего возраста у женщины. Опять взаимоотношения с мужчиной, мы говорим про пары, да, и почему в какой-то момент вдруг она понимает, что рядом с ним не тот мужчина, который ее любит, или не тот мужчина, ради которого она готова. Во-первых, женщина, она погружается в семью, у нее появляются дети, там, муж, у нее появляется быт, да, который ее жрет тоже на протяжении 20 лет, и примерно к 40-45 годам более-менее женщина начинает быть свободной. И она тоже чувствует себя использованной, да, то есть она всю свою жизнь потратила на мужа, который по ее субъективным пониманиям не сильно-то ценит ее чаяния. Дети, которые точно не ценят ее чаяния, как мамы, потому что всегда она делает что-то не так, или не досолила, или переварила, и в какой-то момент это ей опостылило, да. И она хочет внимания и любви от мужчины, который рядом, но мужчина считает, что это ее женщина, и на нее, наверное, уже не стоит обращать внимание, куда она денется. Вот, и не дает ей должного внимания, которого она заслуживает. Это на самом деле тоже очень тяжелая штука для мужчины переключиться с работы, потому что у него тоже там он весь в работе, у него свой кризис в среднем возрасте, если у вас только не разница в возрасте, там, больше 12 лет, да, то есть и он погруженный в свой кризис в среднем возрасте, он погруженный в свою работу, от которой он не может оторваться, потому что он последние 20 лет бежал и только работал, да. Ему нужно остановиться и обратить внимание на ту женщину, которая рядом. Мало того, ему очень важно увидеть в ней ту красоту и любовь, которая была в молодости. Начать ей приносить домой цветы и дарить, вывозить ее куда-то в путешествие, ухаживать за ней, да, потому что он уже отвык, потому что ему кажется, что она как бы, знаете, им обоим на самом деле кажется, что она это он, а он это она. Но в какой-то момент не хватает огня. Этот огонь очень важно добавить. И важно, знаете что, не важно сейчас это мужчина или женщина, добавь огня в ваши отношения, если вы входите в этот кризис. Убери фокус себя и направь на партнера, который рядом. И, короче, мужик должен взять и все внимание свое на нее. И все. А она должна все внимание на него. Почему? Потому что последние 20 лет, по-честному, ну 15, вы уже давно друг на друга не смотрели влюбленными глазами. Поэтому больше любви, внимания друг другу и кризис среднего возраста для вас обоих пройдет незаметно. Из этого еще можно вытащить кучу-кучу приятных бонусов и вещей. Поэтому пройдете этот кризис, жизнь будет ярче, мягче, счастливее, и дети порадуются за вас, и друзья будут очень сильно удивлены, что вы так долго уже вместе живете. В этом есть все-таки прелесть. Знаете, когда ты с одним партнером живешь долгую счастливую жизнь, это скоро будет, такие пары скоро будут в музеях показывать. Поэтому стремимся к лучшему. В этом есть своя соль. Конечно, в современном мире можно создавать семи, рушить семьи, заново создавать семьи. Но что-то есть в тех семьях, которые прожили долгую семейную жизнь, которые сумели сохранить отношения. Поэтому после сорока обязательно обратите внимание на своего партнера, который рядом. Но попробуй заново ее или его полюбить. И вы будете счастливы. Дети будут радоваться за вас. И мало того, дети, видя вас, сделают то же самое. Передавайте вот эти кода следующему поколению. Все. Будьте счастливы. Пока-пока.